Влад, здравствуй! Сегодня мы проводим необычный урок. Необычный в том плане, что проводим мы его в здании дворянского собрания, в Музее изобразительных ресурсов. Нам все-таки посчастливилось жить в одном из древнейших русских городов, в Великом Новгороде. Новгородцы по праву гордятся замечательной историей, культурой своего родного города. А тема нашего урока – алгебраические выражения. Скажи, пожалуйста, какие выражения ты уже встречал, знаешь, применяемые в курсе алгебры? Алгебра – это В во второй сетей и куда? Так. А В во второй – это что такое? Б – это что? Б – это буквы, молодец. Значит, как выражения называются? Буквины. Буквины, совершенно верно. Или уже в курсе алгебры мы их называем выражениями с переменными. А еще, кроме перемен, что мы еще встречаем в выражениях? Это степени. Совершенно верно. Дроби, степени. А как это одним словом назвать? Какие еще, кроме буквенных, есть выражения? Молодец. Числовые выражения. Итак, числовые и буквенные выражения. А теперь перед тобой будет стоять задача найти значение числового выражения. Вот я тебе сейчас в скайпе отправлю сообщение, и ты найдешь значение следующего числового выражения. Влад, перед тобой стоит задача найти значение числового выражения. Так, единственное, вот у тебя перед два в третьей степени стоит единичка? Нет. Нет, не стоит, да? Так. Ага, вот смотри внимательно. Ага. Вот я, я. Все, открыт. Ага, видишь, да? Видишь вот это выражение? Значит, для выполнения вот этой задачи тебе нужно воспользоваться таблицей кубов натуральных чисел. И найти значение данного числового выражения. Я прошу тебя при нахождении значения этого выражения озвучивать это все вслух. Хорошо. Так. Оставь. Два в кубе это семь. Верно. Три в кубе это двадцать семь. Угу. Плюс четыре в кубе это шестьдесят четыре. Молодец, хорошо. А теперь найди сумму этих всех чисел. Один, восемь, двадцать семь и шестьдесят четыре. И скажи мне результат суммы. Молодец. Сто. Молодец. Так, далее продолжаем. Что мы должны сделать? Стоять на девятнадцать. Ага. Тысяча девять. Тысяча девять. Тысяча девять. И далее. Тысяча восемь. Восемь сто шестьдесят два. Итак, у нас получилось в результате число «Молодец» тысяча восемьсот шестьдесят два. Как ты думаешь, какая взаимосвязь? Год. Что, что? Это год. Это год чего? Памятника. Год создания памятника. Как памятник называется? Держит сердце. Так, озвучь название памятника. Ты правильно говорил. Как называется памятник? Ну, забыл уже. Тысячелетие. Тысячелетие. Нет, тысячелетие нашей страны. Россия. Тысячелетие России. А картина – это известного художника Вилли Вальди. Открытие этого памятника состоялось 8 сентября 1862 года. Авторами памятника являются скульпторы Михаил Микешин и Иван Шретов. Ну, и в итоге я хочу процитировать слова из книги нашего новгородского писателя Виктора Смирнова «Россия в Бронзе». Он стоит в центре новгородского Кремля. Словно кроматный безмолвный колокол, вросший в древнюю землю. Ибо повествует он не об одном событии, а о целом тысячелетии. И посвящен он не одному человеку, а целому народу. Вот для того, чтобы ты получше узнал об этом памятнике, я познакомлю тебя, вернее, отправлю тебе ссылочку на сайт Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, и где ты там можешь познакомиться с другими достопримечательностями и с историей вот этого памятника тысячелетия России. И именно в здании дворянского собрания, в здании музея-заповедника мы с тобой проводили наш урок алгебры. И следующее тебе будет домашнее задание. Для того, чтобы узнать количество фигур, изображенных на памятнике, ты должен выполнить одно управление, которое тоже будет у тебя в сообщении в скайпе. Удачи тебе, Влад! Всего хорошего! Спасибо! До свидания!